Всем привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Олеся Семиренко рассказала о своих попытках сбежать с Эйшил. Олеся с самого первого дня на телестройке была проблемной участницей. Девушка вроде бы пришла за рекламой и подписчиками, при этом постоянно норовилась сбежать с проекта, и ее уговаривали остаться. И ладно бы дело касалось только московской площадки, так нет, она из Эйшил пыталась скрыться уже несколько раз, не жалея собственных денег на билет. Участница совсем не скрывает, что всегда готова покинуть телестройку, так как ей очень надоело это так называемое райское место. Семиренко призналась фолловерам, что уже четыре раза покупала билет за свои деньги, лишь бы только улететь домой. Но ввиду различных обстоятельств поездки срывались. Сейчас Олеся снова находится на низком старте и ждет любой возможности, чтобы сбежать окончательно. Правда, девушка не скрывает, что ей нравится жить на яхте с Юлей Белой и Никитой Барышевым, но и там есть свои нюансы. В частности, Олесе очень не нравится то, что Никита вообще не желает с ней общаться, если поблизости нет операторов. Тем не менее, проживание на яхте все-таки имеет много плюсов. Иначе Олесе с ее маниакальным стремлением скрыться и вплавь бы покинула Эйшилы, лишь бы не сидеть рядом с другими участниками. Остается только попробовать угадать, останется ли она участницей, когда перелеты с Эйшил будут стабильными и свободными, или снова купит билет. Стоит отметить, что поклонники Олесе ее поддерживают, но среди зрителей много тех, кто вообще не понимает смысла пребывания Семиренко, Белой и Барышева на шоу. Если от них интересных эфиров нет, и даже для массовки на Лобном они не желают появляться, приходится бедной Алине Галимовой за всех отдуваться. Маргарита Ларченко решила не просто испортить, но, возможно, сорвать свадьбу Анастасии Голд. Известный своей любвеобильностью Илья Ябаров, как утверждают многие зрители, был влюблен только один раз, и явно не в Настю Голд, на которой собрался жениться. Многие припоминают, с каким трепетом Илья относился к Маргарите Ларченко. Отношение к экс-участнице Дома-2 было мало похоже на оскорбление и издевки, заставляющие Настю плакать и кричать о расставании. А вот если верить недавнему заявлению Марго, свадьба Голд и саратовского шансонье под большим вопросом. Ларченко убеждена, Илья вряд ли любит Настю, а жениться соглашается только ради проектной движухи. На самом деле мужчина до сих пор влюблен в нее, и не остывшие чувства нетрудно реанимировать. Маргарита намерена вернуться на проект, в том числе для того, чтобы щелкнуть Голд по носу. Правда, пока Рита не исключает и того факта, что ее выбор пойдет на другого мужчину, к примеру, на Евгения Ромашова. Алена Савкина и Максим Колесников отправились в первый совместный отпуск. Без малого год назад Алена посетила родной Владивосток в компании Романа Макеева. Тогда девушка видела домовского оператора с своим супругом и мечтала познакомить его с родней. Впрочем, поездка, правда, это выяснилось несколько позднее, не задалась почти с самого начала. Рома оказался алкоголиком, из-за чего молодые люди в конечном итоге расстались. Как стало известно, Савкина привезла на родину очередного потенциального супруга. Участница телестройки, о чем стало известно, благодаря ее социальным сетям, отправилась в первый совместный отпуск и вместе с бойфрендом и сыном, в том числе для того, чтобы представить избранника родным. Вероятно, таким способом Савкина подталкивает Колесникова к походу в ЗАГС. Не секрет, сам Максим не против участия в конкурсе «Свадьба на миллион», однако пока не готов ни к браку, ни к детям. Ксения Задойнова не та, за кого себя выдает. Во время проверки на детекторе лжи пары Александра и Ксении Задойновых выяснилось, что у женщины много тайн в прошлом. Есть такие ситуации, о которых не знает Саша и проблемы, которые могут разрушить этот брак. Ксения Задойнова не та, за кого себя выдает. Она утверждает, что все оставила в прошлом, выйдя замуж за Александра. Но тут же признается студии, что есть мужчина, который хотел прийти на проект и разрушить ее жизнь. Возникает вопрос, откуда этот мужчина, страдающий шизофренией, по словам Ксюши, знал, что она собирается на Дом-2. Жена Задойнова не поставила точку с мужчиной в прошлых отношениях. Если ей верить, то сбежал от сожителя или спонсора. Видимо, или она его обманула, или придумала этого назойливого поклонника, или что-то осталось должна. Странно, что Задойнов легко относится к таким вопросам, ради шоу заявляя о венчании. И пока нет человека, который бы выяснил правду о прошлом Ксюши, нет ведущего, который поднимет вопрос, можно ли транслировать с экраном бесконечная ложь и лицемерие. Неужели в руководстве проекта у Саши Задойнова или его супруги есть покровитель? Сразу три события сорвали съемки «Свадьбы на миллион» на проекте Дом-2 для тех, кто не смотрит эфиры. Вчера в воскресенье в вечернем эфире Дом-2 очередной отборочный тур конкурса «Свадьба на миллион». Однако на проекте произошли сразу три громких события, из-за которых съемки пришлось перенести. Ольга Бузова была шокирована поведением участников и в растерянности пыталась выяснить, что вообще происходит на проекте. Во-первых, в слезах и с позором с телестройки сбежал Даниил Сахнов, прихватив с собой Татьяну Строкову. В гримерный молодой человек устроил потасовку с Никитой Умански. Ребят разнимал весь коллектив. Как выяснило, Ольга Сахнов в очередной раз доказал, что он трус и предатель. Уманский рассказал ему секрет, который он выложил другим людям. Когда Никита попытался выяснить ситуацию, мужчины сцепились. Вместо того, чтобы объясниться, Даниил расплакался и сбежал еще до начала съемок. А Строкова, как обычно, кричал оскорбление, защищая возлюбленного. Вернутся ли они на проект, пока неизвестно. Во-вторых, Голд не хочет общаться с Яббаровым из-за ревности к Маргарите Ларченко. Мужчина не понимает, в чем провинился и не собирается оправдываться. В результате они оба также встали и покинули шоу. Рита еще не пришла, а уже победила. В-третьих, съемки покинул Валера Блюминкранс. Мужчина заявил, что отказывается присутствовать на конкурсе, в котором принимают участие Задойнов и Моргенштерн. Совершенно непонятно, по какой причине. По всей видимости, именно после этой ситуации Блюминкранс и Левченко покинули телестройку, что подтвердила та-то Блюминкранс. О чем я еще несколько дней назад рассказала в своем ролике. Однако многие недоброжелатели написали, что я вру, и Блюминкранс никуда не уходил. Зрители не понимают, почему Алена Савкина рекламирует агентство суррогатных матерей. Пользователи социальных сетей до сих пор отказываются верить в родство Рапунцель с собственными дочерьми. Еще в первую беременность Оли ее живот принимали за накладку и подушку. Более того, никто даже не сомневался. Василису Дмитренко родила суррогатная мать. Вероятно, стать мамой во второй раз Рапунцель смогла тем же способом, что и в первой. Так считают некоторые телезрители. Дотошные пользователи социальных сетей даже нашли связь брендовой участницы с клиникой суррогатного материнства, которую, к слову, рекламирует Алена Савкина. Так Диму Дмитренко призвали к ответу. Фолловеры пытались узнать, случайно ли в той самой клинике. В один день с младшей дочерью Димой и Олей родилась девочка. Теперь паре будет непросто оправдаться, даже если это действительно лишь досадная случайность. Супруги Купины начали мстить и копать под Настю Сацевьят. Алексей Купин и Майя Донцова продолжают помогать Антону Беку живу, разделяя с ним полномочия ведущего. В этот раз супруги, заняв свое место на посту, решили обсудить поведение одиноких участниц, которые, по их мнению, отличаются удивительной склочностью и меркантильностью. Как выяснилось, особое внимание Купины намерены уделить Насте Сацевьят. Заседая на Лобном в качестве ведущих, Майя Донцова и Алексей Купин затронули тему меркантильности и склочности одиноких жительниц Сейшел. По мнению супругов, меркантильность девушек выражается в том, что они соглашаются что-то делать только в обмен на местную валюту. Сейшики, которую потом можно обменять на выходной или какие-то плюшки. Что касается склочности, то тут Майя и Леша снова озвучили свои резоны. Оказывается, подружки рассорились и никак не могут восстановить былые отношения. Поэтому ведущие решили помочь и заселить в одно бунгало Настю Сацевьят и Яну Захарову, а также Алью Атхам и Викторию Ди, которые тоже с некоторых пор перестали общаться. Девушки заселяться категорически не хотят, а Купины настаивают, что это необходимо, так как Сейшелы райский уголок и там не должно быть никаких конфликтов и ссор. Но зрители уверены, что на самом деле Майя и Леша, настаивая на заселении Захарова и Сацевьят в одно бунгало, рассчитывают вовсе не на примирение, а на конфликт, который потом можно будет обсудить в эфире. Судя по всему, Купины решили не оставлять Настю в покое, и ей придется как следует постараться, чтобы отработать зарплату дружбой, раз уж отношениями не хочет. Попытка свести ее с Сергеем Захаряшим не увенчалась успехом, значит время то ли ссориться, то ли мириться с Яной. Хотя что им делить? Взгляды Жени Ромашова? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!